Здравствуйте! Это программа «Главный врач». У каждого в жизни есть главный врач, тот, кому можно и нужно доверять. И задавать вопросы. Вы тоже можете задавать вопросы и получить ответ от главного врача больницы имени Боткина Дениса Гусева, с которым мы встречаемся в эфире каждую неделю. Правда ли, что половина буквально пациентов даже не подозревают о своём заболевании? Да, артериальная гипертензия, повышение артериального давления не всегда клинически проявляется. Апноя – это непосредственно остановка дыхания, помимо храпа. Во время апноя происходит низкое кислородонасыщение крови, которое несёт за собой риск внезапной сердечной смерти в ночное время. Как снизить артериальное давление, если под рукой нет необходимых препаратов? И нужно ли гипертоникам устраивать лекарственные каникулы? Можно ли снизить уровень холестерина без лекарств? Как храп влияет на сердце? И может ли во сне остановиться дыхание? Об этом и не только в нашей программе. За последние 30 лет количество людей с гипертонической болезнью увеличивалось в два раза. Сейчас это более миллиарда человек. Именно гипертония повышает риск заболеваний сердца, мозга, почек и является одной из самых частых причин смертности. О том, как не пропустить гипертонию и сохранить здоровое сердце, мы поговорим с моей коллегой, врачом-кардиологом. Я приглашаю в студию Татьяну Николаевну Новикову. Татьяна Новикова. Врач-кардиолог. Заместитель директора Института сердца и сосудов по клинической работе Медицинского университета имени Мечникова. Доцент кафедры воспитальной терапии и кардиологии. Кандидат медицинских наук. Секлана, здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам. Пожалуйста, здравствуйте, Катя. Сполагайтесь. Спасибо. Татьяна Николаевна, во время летнего отдыха Некоторые решают устроить себе еще и лекарственные каникулы, то есть отказываются от препаратов, которые от давления принимают. Хорошо ли это? К сожалению, это неправильно. Артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь, как у нас в стране принято ее называть, это хроническое состояние. Это не пневмония, которую мы можем излечить. Назначили антибиотики и вылечили пневмонию. Мы можем прекрасно с помощью современных препаратов контролировать артериальное давление, но как только пациент прекращает прием препаратов, естественно, давление разрегулируется, и отпуск может превратиться в катастрофу. На разрегулированном давлении может случиться и инсульт, и инфаркт. Нельзя прекращать прием препаратов. Отпуск может быть испорчен. Понятно. Татьяна Николаевна, ну давайте все-таки напомним нашим телезрителям, какие нормальные цифры артериального давления, какие пограничные, когда мы уже говорим, что действительно есть гипертоническая болезнь. Нормальное давление – это 120-130 на 70-80. Есть так называемое повышенное нормальное давление. Это давление в пределах 135-139. И вот когда у человека регулярно хронические давления 140-90 и выше, вот тогда мы говорим, что это уже плохо. Конечно, когда у пациента, у человека мы видим так называемое повышенное нормальное давление, мы уже начинаем бить тревогу, потому что это путь к артериальной гипертензии. Наверняка у этого человека есть причины, есть факторы риска, например, избыточный вес, либо стрессы дома, на работе. Всегда надо выяснить причину и постараться ее устранить, и человек не станет гипертоником. А вот правда ли, что половина буквально пациентов даже не подозревают о своем заболевании? Да, это действительно так, потому что артериальная гипертензия, повышение артериального давления не всегда клинически проявляется. Как правило, да, у кого-то во время повышения артериального давления может появляться головная боль, головокружение, тошнота, другие какие-то дискомфорты, но у ряда людей абсолютно нет никаких симптомов. Особенно, наверное, когда невысокие еще цифры, так вообще человек не обращает внимания. Да, 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 так называемое. Списывать на усталость, там, утомляемость, там, перенапряжение. А на самом деле проблема, она уже зарождается. Артериальная гипертензия первой степени, когда артериальное давление в рамках систолическое 140-190, действительно, это невысокие цифры давления, и даже более высокие, до 180, человек может не ощущать. И только случайно, когда по какой-то причине измерят артериальное давление, обнаружат, что оно повышено. Это да. Вообще нужно всем иметь тонометр дома для измерения давления? Думаю, да. У нас ведь есть рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. По крайней мере, начиная с 18 лет, уже надо проходить периодические осмотры. Да, конечно, когда люди молоды, 18-40 лет, достаточно раз в 3-5 лет проходить этот осмотр, но люди с 40 лет и старше должны ежегодно проходить осмотр и, естественно, измерение артериального давления. Вот, Татьяна Николаевна, если несколько раз повторяется ситуация, человек заметил, что у него повышенное давление, вот сколько таких ситуаций должно пройти, когда уже обращаться ко врачу, и при каких цифрах, может быть, уже сразу и скорую вызывать? Цифры, которые позволяют говорить о возможном наличии артериальной гипертензии, это 140 на 90. И если человек обнаруживает такие цифры у себя неоднократно в течение какого-то времени, это не случайный подъем, случайные подъемы могут быть. Стрессовые ситуации, перегрузка, а когда это приобретает уже хронический характер регулярный, вот тогда надо обратиться к врачу. Врач устанавливает диагноз гипертонической болезни в случае, если на двух приемах у врача констатируется фактор артериального давления 140-90, либо более высоких цифр. Причем эти два визита должны быть отделены друг от друга, это не то, что вот сегодня пришел и завтра пришел, не меньше недели, должно пройти между двумя визитами. И если и на первом, и на втором цифры выше, чем 140 на 90, то врач уже думает о том, что у пациента артериальная гипертензия. А вот еще рекомендуют перед посещением кардиолога вести дневник давления. Вот расскажите, как это правильно сделать. Да, это точно. Когда пациент обнаруживает у себя повышение артериального давления, то, естественно, он должен подумать о том, что, возможно, это реальная проблема, хроническая проблема. И прежде чем идти к врачу, конечно, желательно, чтобы он принес дневник измерения давления и дневник пульса. В идеале измерять утром, когда человек проснется, да, уже какую-то активность проявит, но до того, как он принимает пищу, он должен утром измерить артериальное давление, пульс и записать в дневничок. И, конечно, желательно, чтобы было еще измерение вечернее, в конце дня, рабочего дня, либо даже если человек уже на пенсии не работает, все равно какие-то домашние дела есть, вот после нагрузок вечером опять же измерить артериальное давление. И большинство пациентов это знают и приходят именно вот с измерением давления утром и вечером. Неделю или две сколько нужно вести? Ну, хотя бы две недели для того, чтобы мы убедились, что это система. Это не случайное повышение, а это система. Гипертоники, особенно гипертоники, у которых плохо контролируется давление, должны регулярно вести такой дневник. Ну, наверное, перед первым приемом кардиолога вряд ли кто-то приходит с двухнедельным дневником, да? Некоторые приходят. Приходят? Есть очень сознательные люди, которые действительно приносят дневники даже на первый визит. Понятно. Ну вот пришел пациент к кардиологу, вы выставили диагноз – гипертоническая болезнь. Все-таки как быстро вам удается наладить терапию, да, и нормализовать давление? Я понимаю, что много причин всевозможных, ну вот в среднестатистическом таком случае. Рекомендации говорят о том, что в пределах трех месяцев мы должны достичь целевых цифр артериального давления. Современные препараты, они лечебные препараты, они не препараты скорой помощи, поэтому после однократного приема вряд ли мы увидим нормализацию артериального давления, препарат должен работаться. И сейчас же в основном комбинированные препараты, наверное? Да, на старте мы назначаем уже два препарата, и для того, чтобы приверженность была достаточно высокой, это фиксированные комбинации из двух препаратов. И однократный прием. Однократный прием, одна таблетка. Максимально удобно для пациента. Да, да. Понятно. У нас есть видео вопрос, давайте послушаем. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот возникает ли привыкание к препаратам от давления, и нужно ли их потом менять? Очень хороший вопрос. Очень хороший. Согласна, Денис Александрович. Какой бы ни был, наверное, хороший препарат, все равно нужно смотреть, да? Да. В течение времени, либо эскалация дозы, либо замена. Да. В нашем распоряжении сейчас уже суммарно 8 классов препаратов, выбор у нас большой. Современные препараты чем хороши? К ним редко бывает привыкание. Но, тем не менее, есть группы препаратов, к которым может быть привыкание. И порой пациенты сами замечают, приходят к нам на прием и говорят, наверное, у меня уже резистентность. Та же доза, все тоже. Эффекта нет. Эффекта нет, давление контролируется. В этом случае надо перейти, наверное, правильнее не увеличивать дозу этого препарата, которым развилась резистентность, а перейти на другой класс препаратов. К счастью, их много в нашем распоряжении. Понятно. А вот такая ситуация. Идет терапия. Человек чувствует себя хорошо, давление нормализовалось. Например, вот через полгода можно закончить прием таблеток. Артериальная гипертензия – это хроническое состояние, предрасполагают генетические факторы к формированию артериальной гипертензии. Поэтому, скорее всего, не получится. Мы прекрасно контролируем давление, но, к сожалению, как только терапия прекращается, тут же давление возвращается на круги своя. Побочные эффекты у современных препаратов есть? Их немного. Современные препараты почти лишены побочных эффектов. Есть класс блокаторов кальциевых каналов. Это замечательный класс. Он представлен в основном препаратом амлодипином современным. Прекрасный препарат. Протективные эффекты. Вот в плане профилактики атеросклероза очень хорошие. Но он очень сильно расширяет периферические сосуды. Для контроля давления это прекрасно. Но у пациентов могут появиться периферические отеки. Да, и это порой пугает пациентов. У нас ведь пациенты образованные. Они в интернете читают. Появились отеки. Это сердечная недостаточность. На самом деле, может не быть никакой сердечной недостаточности. Это побочный эффект вот этой замечательной группы препаратов. Но, опять же, подсказка пациентам нашим, которые нас слушают. Отеки, которые появляются на блокаторах медленных кольцевых каналов, это в основном голени. Сердечные отеки, стопа и выше. Поэтому уже сам пациент может разобраться. Сориентироваться. Да. И группа замечательных препаратов для контроля давления ингибиторов ангетензин превращающего фермента. Великолепно контролирует давление. Великолепные протективные эффекты. Но сухой кашель. Как аллергическая какая-то такая, да? Да, по типу аллергической реакции. Бета-адреноблокаторы могут вызывать замедление пульса. Но, как правило, не требуется даже отмена, просто уменьшение дозы. Но это уже, как правило, врач решает на первом приеме. И выбирает. Есть бета-блокаторы, которые хорошо переносятся и астматиками. Врач уже выберет специально. Селективная. Ну, вот впереди у нас лето. Жара, наверное, тоже как фактор обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно, если вдруг полетели на юг и забыли с собой лекарства. Что бы вы посоветовали за такой ситуацией? Вот если, не дай бог, произошел скачок давления, там, ну, я не говорю уж про гипертонический криз, и нет нужных лекарств под рукой, что в этой ситуации сделать, пока вот ждем скорую помощь? Искать, что у кого есть в кармане, как в самолете это происходит, да? Да, да, да. И есть лекарства. То, что, кто что подарит. Конечно, в идеале, когда мы отправляемся в какие-то дальние путешествия, то надо, чтобы была таблетка. Аптечка. Скорая помощь. Мало ли, но забыл, случилось такое, косметичка с таблетками осталась дома, улетели. Пока придет скорая, наверное, можно к дедовым методам прибегать, да, к тем методам, которым лечить. Вот мы вас и подводим. Да, да, да. Что же делать-то в лесу? Наверняка всегда можно найти горячую воду, да? В лесу ее согреть, да? В отель ее налить, горячая ножная ванночка. Расширяются периферические сосуды, и это немножко уменьшает вот это повышение давления на голову, уменьшит головную боль. Ну, частично это может снизить артериальное давление. Ну, если есть под рукой горчичники, вряд ли они сейчас есть. Раньше мы советовали, да, головная боль, распирающая, горчичный воротник, пока вот ждем скорую. В продолжении разговора, какие еще методы снижения давления предлагает народная медицина? Если у вас часто бывает высокое давление, вы гипертоник по жизни, то эта ягода точно для вас. Это калина красная. Я ее измельчаю в чаше блендера. Принимать можно 3 раза в день по 1 столовой ложке за 30 минут до приема еды. Также можно развести в стакане воды, например, 1 столовую ложку и выпить. Калина при гипертонии борется со шлаками, которые засоряют наши с вами сосуды. И применение регулярной калины позволяет наладить свободную циркуляцию биологической жидкости в организме. Как вы к калине относитесь? Калина, в принципе, полезна. Но вот поможет ли от давления? Да. Калина полезна. Но она, к сожалению, не заменяет препараты для лечения давления. То есть, да, калина как дополнение к препаратам, которые прописал врач, пожалуйста, это дополнительный будет фактор для того, чтобы сосуды чувствовали себя комфортнее. Комплексная терапия. А вот еще черноплодку, кстати, тоже в этом же контексте порой рекомендуют, да? Да, черноплодная рябина, калина красная будут только дополнением к препаратам, но ни одно питательное вещество, оно не заменит препараты. И, наверное, что бы я хотела сказать, в России такая, наверное, национальная, что ли, традиция очень много соленой пищи употреблять. Соленье, соленые огурчики, помидорчики, грибочки, капуста. И, как правило, вот в среднем, я читала статистику, что в среднем русский человек 11 граммов соли употребляет вот за день. В то время, как физиологическим считается количество 5 граммов. То есть мы очень сильно злоупотребляем соленой пищей. Поэтому, кроме калины черноплодки, это, конечно, недосаливать пищу. Недосаливать. Татьяна Николаевна, а вот как предотвратить гипертонию? И можно ли это сделать вообще? Можно. И нужно это сделать. Гипертония ведь не появляется на голом месте. Гипертония появляется потому, что, ну, прежде всего, есть генетическая предрасположенность, в частности, недостаточный синтез натритических пептидов. Это эндогенные вещества, которые расширяют сосуды, облегчают работу сердца. Либо недостаточное образование активных форм этих пептидов – это генетика. Но генетика – это не приговор. Она проявляется на фоне поведенческих каких-то реакций самого человека, на фоне неблагоприятных факторов внешней среды. Поэтому, если у человека в семье кто-то страдает артериальной гипертензией, родители, близкие родственники, человек должен знать о факторах риска. Прежде всего, это поведенческие факторы. Малоактивный образ жизни, когда человек сидит за компьютером и не встает от компьютера. Сейчас же удаленная работа. Проснулся, позавтракал к компьютеру, до ужина за компьютером и в постель. Еще и постоянный прием пищи. Да, да, да. Это Денис Александрович. Вторая поведенческая деталь – это неправильное питание. Да, злоупотребление фастфудом, злоупотребление соленой пищей. Курение – тоже очень мощный фактор развития артериальной гипертензии. Курение вызывает дисфункцию эндотелия сосудов и способствует формированию артериальной гипертензии. Еще один поведенческий фактор – это злоупотребление спиртными напитками. Разумные маленькие дозы не запрещены, а злоупотребление проявляет вот ту генетику, которая есть у человека. А теперь, если еще все эти факторы собрать у одного гражданина, то 200% будут проблемы. Да, и плюс генетика, то будут проблемы. Но я знаю людей, которые на каком-то этапе своей жизни, когда у них еще не гипертония, а тенденция к повышенному нормальному давлению, когда они, глядя на своих родственников, у которых уже случились инфаркты, инсульты, была гипертония, устраняют эти факторы риска, и они не становятся гипертониками. Хорошо. Татьяна Николаевна, скажите, пожалуйста, вот нередко гипертоническая болезнь сочетается вместе с атеросклерозом сосудов, не только коронарных, да, вообще сосудов головного мозга, не знаю, всего организма. Два отягощающих фактора. Как правило, одно влияет на другое. Атеросклероз – это фактор риска, который стоит в начале сердечно-сосудистого континуума. И если пациент вовремя не обратится, и мы эти процессы вовремя не начнем контролировать, то дальше, Денис Александрович, вы абсолютно правы, это инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и преждевременная смерть. К сожалению, это так, поскольку даже, наверное, не так вреден сам холестерин, сам по себе, как дисфункция эндотелия. Артериальная гипертензия – это дисфункция эндотелия. Вот почему у гипертоников мы очень часто видим сопутствующий атеросклероз. Татьяна Николаевна, а какие могут быть у него симптомы у атеросклероза? Вот как заподозрить для того, чтобы обратиться к врачу? На ранних стадиях, пока не сдашь анализ крови, никак не заподозрить. Атеросклероз не болит. Вот, только сдав анализ, но вот для этого у нас и проходят профилактические осмотры, ежегодные профилактические осмотры, на которых, конечно, весь липидный спектр не оценивается, оценивается только общий холестерин. Общий холестерин – это условный показатель возможного уже наличия атеросклероза, поскольку общий состоит из хорошего и плохого. И очень плохого. Да, и очень плохого. Общего может быть много, но там превалируют хорошие, и в итоге получается, что общий холестерин такое значение имеет за счет так называемого хорошего холестерина. И напротив, может быть, не очень высокий общий холестерин, но много плохого и мало хорошего. И тогда даже невысокий общий, не совсем благоприятный параметр для нашего пациента. Мы решили спросить у наших горожан, как можно и нужно снижать холестерин. Давайте послушаем. Давайте, интересно. Давайте, давайте. Как можно снижать холестерин? Не употреблять сало, что такое жирные продукты, и холестерин снизится сам собой. Ну, плюс еще физическая активность, там, бассейн. И вообще, кстати, на диете надо сидеть. Ну, вот, будешь нового поменьше, это все, оно вместе, холестериновые бляшки, и все. Он, по-моему, напрямую связан с сахаром, у какой-то активности человека. Вот это все, что я имею в представлении о нем. Как правильно питаться? Больше не знаю. Наверное, спортом заниматься. А таблетки, в последнюю очередь, их даже не назначают врачи, насколько я знаю, если легкая форма повышенного холестерина. Более-менее грамотно питаться. Побольше овощей, фруктов, поменьше жира. Только с ним и боремся. Любимое занятие. Ограничивать. Аторвостатин. Да, аторвостатин и ограничения. Ну, как врачи говорят, хоть не хочешь, а верить надо. Те статины, да, или как их лекарства, я думаю, они, это временно. Я их принимала, временно снизились, потом повысились. Я думаю, что наше здоровье, наш холестерин в наших руках. Вот по поводу мучного и сладкого, хотела бы у вас уточнить, действительно, это тоже влияет на холестерин? Косвенно. Мучное и сладкое в основном следует ограничивать у тех пациентов, у которых есть нарушение толерантности к глюкозе. Или нарушение чувствительности тканей к инсулину, когда глюкоза плохо утилизируется. А если у пациента с углеводным обменом все хорошо, то тогда, наверное, это не столь принципиальная диетическая погрешность для такого пациента. А в целом, как питание влияет на уровень? Питание влияет. Наши пациенты, они просто молодцы. Это же жители Санкт-Петербурга. Они образованы, они абсолютно правильно говорят. Они называют два ключевых фактора. Это нерациональное питание и малоподвижный образ жизни, которые и приводят к формированию атеросклероза, атеросклеротических бляшек. И когда появляются бляшки, то, соответственно, уже появляется ишемическая болезнь сердца, это путь к инфаркту, атеросклероз сосудов головного мозга – это путь к инсульту. Один из наших горожан проповедовал средиземноморскую диету. Мы с вами знаем, что эти проблемы меньше беспокоят тех людей, кто живет в Испании, в Италии, где в основном в пищу употребляют овощи, фрукты, морепродукты, оливковое масло. Татьяна Николаевна, а вот две женщины сказали про статины. Да. Ну, мы не можем с вами не затронуть эту тему, коль уж мы говорим, да? И на самом деле вот вторая женщина сказала, что вот не работает. Попринимала, перестала, опять появился и так далее. Неправильное понимание приема вот этого препарата, да? Во-первых, ответили на вопрос, нужны ли статины и когда они нужны? И вот все-таки как правильно их принимать? То есть начал принимать и все, ты уже принимаешь всю свою оставшуюся жизнь? Или опять-таки это какие-то должны быть там эпизоды, не эпизоды? К сожалению, да. Если однажды появляется дислепидемия, опять же, это может быть генетически детерминированно и появляться в достаточно молодом возрасте. Либо это детерминировано возрастом, поведенческими какими-то вот проблемами. И однажды появившись дислепидемия, к сожалению, не уйдет. Так же, как артериальная гипертензия. То есть так же, как мы артериальную гипертензию вынуждены лечить хроническим приемом препарата, так и дислепидемию мы вынуждены лечить хроническим приемом препаратов. Препараты первой линии – это, конечно, статины. Но пациент ни в коей мере не должен сам идти в аптеку и покупать статины. Он должен прийти к врачу, посоветоваться с врачом. И если врач пропишет, вот тогда принимать статины. Порой пациенты смотрят в анализ. Многие сдают анализы. Лаборатории у нас достаточно много в городе. На каждом углу пациенты делают анализ и видят какие-то цифры, радуются. У меня все хорошо. Вот те цифры, нормы, которые прописаны в анализах, которые выдает нам лаборатория, к сожалению, не вполне адекватны. Нет такого значения, что вот этот холестерин нормален для всех. Пока человек здоров, это одна норма и общего холестерина, и холестерина либо протеидов низкой плотности, либо плохого. Но как только у пациента появляется артериальная гипертензия, либо любое другое заболевание, врачи рассчитывают риск. И в зависимости от риска у каждого человека свой уровень холестерина. Холестерина общего, холестерина липопродыдов низкой плотности. Поэтому без врача человек не поймет, нужны ему статины или не нужны. Их прописывает врач. Это старт. Да, действительно, бывают зловредные дислепидемии, которые даже высокоэффективные статины в полноценных дозах не могут контролировать. Но сегодня в нашем распоряжении, так же, как в лечении артериальной гипертензии, очень большой спектр препаратов. Но, правда, препараты уже идут на каком-то этапе инъекционные. Но в отличие, скажем, от инсулина, который колется диабетикам ежедневно, препараты для лечения дислепидемии колются либо раз в две недели, то есть два раза в месяц, либо появились инновационные препараты, генно-инженерная терапия, когда делается один укол раз в полгода. Это удобно. Как здорово. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо, Тянька. Спасибо. Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Апноя – это непосредственно остановка дыхания, помимо храпа. Во время апноя происходит низкое кислородонасыщение крови, которое несет за собой риск внезапной сердечной смерти в ночное время. Выявили апноя, остановка дыхания во сне. Поставили тяжелые формы. Я стала дышать с аппаратом СИПАП. Каждый пятый человек на планете храпит во сне. Это ухудшает качество жизни, а также может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. О причинах храпа и ночного апноя мы поговорим с моей коллегой, врачом-сомнологом. Я приглашаю в студию Татьяну Юрьевну Громыко. Татьяна Громыко. Врач-кардиолог, сомнолог, врач функциональной диагностики, сотрудник кафедры госпитальной терапии и кардиологии Медицинского университета имени Мечникова, кандидат медицинских наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прошедите к нам, присаживайтесь. Здравствуйте. Пожалуйста. Татьяна Юрьевна, а вот кто такой врач-сомнолог? В каком случае пациент должен прийти именно к вам? Врач-сомнолог – это специалист, который занимается патологией ночного сна, трудности засыпания, частые ночные пробуждения, храп, остановки дыхания во сне. Зачастую сам пациент не осознает серьезность своего положения и приходит к врачу не по собственной инициативе, а по настоянию близких, которых непосредственно беспокоит эта проблема. Катя сказала, что каждый пятый храпит, но мне кажется, что если проехать в нашем поезде… Даже каждый третий. Да, если не больше. Что такое храп, да? В чём его природа и почему люди храпят, и не только люди, да? Происходит храп в связи с особенностями анатомического строения рота-носоглотки. Как правило, это снижение тонуса верхних дыхательных путей. Обструкция на уровне рота-носоглотки связана с слепанием корня языка задней стенкой мягкого нёба, когда воздух не циркулирует, не проходит в лёгкие. Также это могут быть гипертрофированные миндалины, гипертрофированный нёбный язычок, искривление носовой перегородки. То есть всё, что нарушает нормальное дыхание, да? Нормальный процесс дыхания, все препятствия. А вот от чего зависит, будет храпеть человек или нет, возраст, вес, как влияет? Здесь проблема заключается в том, что помимо анатомического строения лорорганов с возрастом также снижается тонус верхних дыхательных путей, как любой мышечной ткани. Также снижают тонус верхних дыхательных путей алкоголь и курение. А если мы ведём речь о пациентах с избыточной массой тела, то это также и избыточная подкожно-жировая клетчатка. Человечество ведёт борьбу с храпом на протяжении многих веков. Методы были самые разные и довольно неожиданные. Давайте посмотрим. Древнегреческий правитель Дионисий так боялся задохнуться от храпа, что приказывал каждый час будить себя специальными иглами. Храп лечили тимьяном, вставляли в нос трубочки с эфирными маслами, привязывали к спине шишку или пушечное ядро, подвязывали челюсть, не давали пить перед сном брагу и, конечно, храп заговаривали. В 1818 году доктор Джон Чейн замечает у больных с сердечной патологией прерывистое дыхание во сне. Через 40 лет учёный Уильям Стокс опишет те же симптомы. Нарушение назовут «дыхание Чейна Стокса». В конце 1830-х годов Чарльз Диккенс в записках Пиквикского клуба описывает некоего Джо с ожирением, храпом и сонливостью. В медицинском мире появляется термин «пиквикский синдром». 1874 год. В США патентуют первые изобретения против храпа. Железные маски с кожаными леднями, кляпы, расширители ноздрей. Первым обструктивное опное сна описывает доктор Вильям Бродбенд в 1877 году. Через 12 лет физиолог Ричард Каттон пишет о пациенте. Торговец птицей с избыточным весом засыпает, стоя за прилавком с курицей в руках. Во время сна дыхание прерывается. Больному назначают нафталин, едаформ и уголь. В середине 20 века доктор Сидни Беруэлл причиной пиквикского синдрома считает нарушение в гипоталамусе. В 1952 году хирург Токиносуки Экиматсу проводит успешную операцию на мягком небе 23-летней невесте, замужеству которой угрожал храп. Операцию назвали уволопалатопластика. В 1965 году полисомнографические записи сна показывают дневная сонливость пиквикских пациентов вследствие периодического нарушения сна. Результаты назовут прорывом в медицине. В 70-х сообщают, апноэ страдают и стройные люди. Хирурги предлагают метод трахеостомии. В 1981 году австралийский профессор Колин Салливан больным с обструктивным апноэ компрессором подает воздух через специальную маску. Новый метод СИПАП-терапия становится золотым стандартом лечения. В 21 веке сложные нарушения также лечат с помощью углекислотного лазера. Ну а вот СИПАП что, он действительно лечит или это всё-таки защитная какая-то, не знаю, протезирующая что-то функция? Это аппарат, который физиологическим путём помогает обеспечить качественное поступление воздуха в ночное время. То есть это так называемая неинвазивная вентиляция лёгких, когда под давлением через аппарат, маску, герметичную трубку поступает воздух, препятствуя слиянию корней языка задней стенкой мягкого нёба, обеспечивая адекватную циркуляцию воздуха, что позволяет пациентам погружаться в глубокие фазы сна и иметь качественный, хороший ночной сон. Но это же не лечит, правильно? Это всё равно как бы, ну, избавляет от проблемы в тот момент, когда человек дышит через эту маску. Безусловно. Правильно? То есть как бы говорит о том, что это лечение, наверное, не лечение всё-таки. Когда пациенты спрашивают, до каких пор нам нужно спать с этим аппаратом, я всегда отвечаю, что до тех пор, пока не произойдёт какого-либо эффективного способа модификации образа жизни, помимо этого аппарата. То есть снижение веса не менее чем на 10% отказа от алкоголя и курения. Если пациенты начинают заниматься физическими ровными нагрузками, делать дыхательную гимнастику, всё, что может улучшить тонус верхних дыхательных путей, в том числе сепап-терапия. И вот уже в долгосрочной перспективе, если все эти меры приняты, можно говорить о том, что, да, пациента появилось на 50% меньше остановок дыхания во сне. Тогда мы можем смело ему сказать, что в данный момент временно мы разрешаем вам остаться без этого лечения. А вот эти операции? Операции, безусловно. Если действительно выявлена какая-то лор-патология верхних дыхательных путей, есть специализированные лор-хирурги, которые этим занимаются, но, как правило, эта проблема тоже может рецидивировать, потому что подкожно-жировая клетчатка и тонус верхних дыхательных путей, они всё равно могут сыграть свою плохую роль. Кто не знает про такую маску, чего только не придумают порой для того, чтобы избавиться от храпа, давайте посмотрим. В аптеке покупаю оплепиховое масло для наружного и внутреннего применения. И за 4 часа до сна в каждую ноздрю по 1-2 капельки закапываю мужу. Дело в том, что оплепиховое масло налаживает носовое дыхание, оно становится свободным. Все мы знаем, что недостаток носового дыхания является одной из причин храпа. Поэтому через 3 недели мужу стало значительно легче, храпеть он стал меньше. В принципе, то же самое, что вы говорили. Если налаживается дыхание, то и как бы... Я считаю, что методы, не имеющие клинической доказательной базы, они имеют право быть только если мы говорим про неосложненный храп или храп, осложненный на уровне легкой степени опноя. При средне-тяжелой степени опноя, конечно, мы с облепиховым маслом не справимся. Давайте мы нашим телезрителям скажем все-таки, что такое ночное опноя, потому что мне кажется, что не все понимают, о чем мы с вами сейчас говорим. Опноя – это непосредственно остановка дыхания, помимо храпа. Это может быть вместе с храпом, это может быть отдельной проблемой. Они, в общем-то, не всегда существуют вместе. Поэтому если происходит опноя, то причиной тому является обструкция, когда корень языка смыкается плотно с задней стенкой мягкого неба во время положения на спине или в положении на боку, но в ночное время. И воздух не может проникнуть в верхние дыхательные пути. Да, происходит закрытие потока адекватного воздуха. В чем опасность этого состояния? Опасность этого состояния заключается в первую очередь в повышенной дневной сонливости этих людей. Если они не могут адекватно ночью спать, погружаясь в глубокие фазы сна, у них днем появляется компенсаторное желание уснуть. Уснуть в любых ситуациях – на работе, за рулем. Это бывает порой очень трудно контролировать людям самостоятельно. Они просыпаются утром с головной болью, с повышенным артериальным давлением, не понимая, что причиной тому является некачественный ночной сон. Также, если эта проблема апноэ существует, у них не происходит адекватных обменных процессов в ночное время, в глубокие фазы сна. И поэтому днем появляется повышенный аппетит. И пациенты набирают вес. Татьяна Юрьевна, а на сердце как влияют такие ситуации? Самое серьезное последствие этой проблемы заключается в том, что во время апноэ происходит гипоксимия, то есть низкое кислородонасыщение крови, которое несет за собой все сердечно-сосудистые проблемы. Атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и риск внезапной сердечной смерти в ночное время. Понятно. Ну, давайте тогда еще расскажем нашим телезрителям, как это выглядит обследование, что это за методики и так далее. В двух словах. После сбора анамнеза мы рекомендуем проводить кардиореспираторное мониторирование. Это анализ кардиограммы в течение суток. И также на ночь пациент одевает носовые конюли для фиксации дыхательного потока и пульсоксиметр на палец, который регистрирует ту самую сатурацию кислорода насыщения крови, которая для нас очень важна. Пациент уходит с аппаратом домой, ведет обычный образ жизни, спит с ним. И в дальнейшем, после анализа данных, врач рассказывает, были ли обнаружены какие-то проблемы в нарушениях ритма сердца, были ли зафиксированы остановки дыхания. И также было ли снижение кислородного освещения крови по данному прибору. И в дальнейшем, в связи с выявленной проблемой, мы определяем тот или иной метод лечения. Давайте еще посмотрим, какие есть альтернативные методы лечения. От храпа есть хорошая гимнастика. Храп – это обвисание неба. Язычка неба, который у нас внутри рта есть, он обвисает со временем. И когда человек спит, он храпит. Вот чтобы исправить это, нужно сделать зарядку. Берем внутри рта язык и подтягиваем туда внутрь. Как бы напрягаем вот это место, вот здесь мышцы напрягаются. И если вот такое упражнение делать по 10-15 минут в день, просто сидим вот, что-нибудь делаем и подтягиваем язычок. У вас мышцы начнут, станут очень упругими и храп пропадет. Чего только не придумают. Как ваше мнение? В борьбе с недугом. Это не единственный способ тренировки тонуса верхних дыхательных путей. Существуют также другие дыхательные упражнения и практики для улучшения тонуса мягкого неба. То есть все-таки вот гимнастика есть? Это существует, да. Существуют методы гимнастики, безусловно. И мы об этом рассказываем пациентам тоже. Но это лечение, которое не даст эффекта через неделю или через месяц. Это должно быть регулярное, два раза в день, по 10-15 минут на протяжении как минимум года тренировка, чтобы в дальнейшем вести речь о том, что она сыграла какую-то роль. Но опять же, если помимо этого мы избавились от других причин, таких как избыточная подкожно-жировая клетчатка и проблема лор-патологии, которая не исправится только одной гимнастикой. Сейчас к нам в студию придет ваша пациентка, которая избавилась от храпа. Светлана Ивановна, здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем проблему храпа. Вам знакома такая проблема? Знакома. Ну, расскажите нам тогда, когда у вас появился храп, как вы с ним боролись? Ну, появился где-то, наверное, меньше года назад. Деликатная проблема. Да, и для меня, и для моих домашних. Поэтому я обратилась к своему доктору, Татьяне Юрьевне, с этой проблемой. И она провела со мной мониторинг суточный. И выявили действительно апноэ, остановка дыхания во сне. Поставили тяжелые формы. Я стала дышать с аппаратом СИПАП. Сейчас мы дойдем до аппарата СИПАП. Все-таки вот хотелось бы нам поподробнее узнать. Вот вы сами-то ощущали, что это есть проблема, помимо эстетического момента, так сказать? Да, потому что я просыпалась от этого несколько раз ночью. Ну, снова засыпала. Ну, и сон, получается, прерывистый такой. Да, он некачественный, скажем так. Не высыпались, чувствовали себя. Да, и днем появилась дневная сонливость от того, что просыпалась постоянно ночью. А в одном Татьяне Юрьевне говорила, что помимо дневной сонливости еще повышенный аппетит дневной. Нет, у меня не было, слава богу. Светлана Ивановна, а вот вы сразу пошли к врачу. Причем сомнологу. Да, вы не обращались к каким-нибудь народным средствам? Ведь наверняка масса всяких разных есть советов, рецептов. Дедушкин, бабушкин. Нет, я сразу пошла к врачу. Потому что считаю, что это самый короткий путь идти к профессионалу. И самый правильный, да. Так, ну и вот теперь давайте расскажем. Насколько удобно ли вам спать с этим аппаратом СИПАР? Привыкали ли вы к этому? Не было у меня привыкания. В первый же день привезла, и уже 30 дней я им дышу. Причем он настолько комфортен, очень умно сделан. Шланг к прибору на таком шарнире, что ты переворачиваешься на другой бок, и все переворачиваешься с тобой. И не просыпаешься в это время. Очень комфортно. Никуда ничего не перекручиваешь? Нет, нет, абсолютно. Удобно, да? Очень удобно, да. Не доставляет диском. Родственникам не мешает, не шумит он там. Теперь у меня полная тишина. Наоборот, да теперь полная тишина. Да. И теперь всем очень комфортно. А вот как ваше самочувствие поменялось? Вы уже ощущаете эффект? Вот вы говорите, была дневная сонливость, утомляемость, больная голова. Я по роду своей деятельности каждый день за рулем. И вот до этого применения аппарата, до этого сна с аппаратом, я засыпала за рулем. Просто реально. Я останавливалась. Это опасно. Да, это очень опасно. Сейчас у меня этого нет вообще. Могу ехать и ехать. Понятно. То есть качество сна изменилось? Он стал глубокий, нормальный сон? Хороший, такой полный сон, да, с хорошим дыханием. Понятно. Да, беззвучный. Вот во время мониторинга были выявлены остановки дыхания? Да, были, да. В тяжелой степени. Поэтому мы не стали вести речь ни о каких методах палеотивных, ни о каких методах народных. Мы стали сразу вести речь о золотом стандарте лечения апноэ. Татьяна Юрьевна, и вот в этой ситуации сколько по времени или постоянно теперь надо будет с этим аппаратом спать? Метод СИПАП-терапии очень физиологичный и безопасный, что доказано множественными клиническими исследованиями. Поэтому эта терапия может рассматриваться на пожизненной, постоянной основе. И в ней будет потребность именно пожизненной, да? Или мы надеемся, что допустим... Это хорошая потребность. Нет, я понимаю, что это хорошее, но все равно, может быть, человек захочет когда-то через какое-то время все-таки спать без аппарата. Возможно, на какой-то период времени его эффекта хватит на, может быть, неделю, две, месяц. А дальше уже нужно будет повторять диагностику кардиореспираторного мониторирования и оценивать, что изменилось за этот прошедший год. Ну вот а в отпуск, например, без него можно съездить, отдохнуть? Он же, наверное, дополнительное место пока же может занять. Наши пациенты путешествуют с аппаратами. Потому что сейчас появились аппараты, в том числе портативные, размером со смартфон, с которыми комфортно, удобно ездить и путешествовать. И люди настолько привыкают к хорошему качеству сна и не хотят ухудшать отпуск своим близким, путешествовать с аппаратом. Понятно. Ну вот такой вот яркий пример очень правильного пациента, который сразу отправился ко врачу. Да. Вот чтобы вот этот вот СИПАП-аппарат, все-таки тоже его должен назначить врач. Безусловно. Правильно самостоятельно бежать, искать и надевать, тем более, наверное, не стоит. Потому что должны быть установлены настройки. Подбирает терапевтические настройки тоже врач-сомнолог. А вот эта длительность периода апноэ как-то влияет, нет? Длительность периода апноэ определяет тяжесть. Тяжесть, да? Тяжесть состояния. И вот протяжелые-то сколько секунд? Минимум это 10 секунд. А бывают остановки дыхания до 3 минут. Да что вы! Ничего себе! У Светланы Ивановны были до минуты остановки дыхания. И мы оцениваем именно количество этих остановок в течение ночи. Индекс так называемого апноэ или гипопноэ, который рассчитывается по количеству в час. Вот у Светланы Ивановны этот индекс был в тяжелой степени более 30 в час. Ну что ж, в таком случае отлично, что решение нашлось, что так быстро появился вот этот положительный эффект. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Желаем вам здоровья. Спасибо вам здоровья. И вам не болеть. Чтобы у вас был полноценный сон. Спасибо. Очень интересно было. Много нового узнали. Я думаю, нашим телезрителям тоже будет очень полезно. Ну вот видите. Самое главное не в интернет бежать, а к специалистам. Обязательно. Важность здоровья сложно переоценить. Если вас что-то беспокоит, не теряйте времени. Обращайтесь к врачу. У современной медицины огромные возможности. Очередной выпуск программы «Главный врач» завершен. Будьте здоровы. Смотрите нас каждую неделю. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok